Сила духа, бодрый настрой и большое желание победить. В Волгоградской области впервые проходит Всероссийская военно-спортивная игра казачьей сполох и Всероссийская спартакиада допризывной казачьей молодежи. 245 юношей смогут проявить себя в различных военно-спортивных испытаниях. Дарья Денисова узнала все тонкости казачьего мастерства. В истории России казаки прославились ратными подвигами и готовностью положить жизнь на благо родины. Стремление изучить вековые традиции своих предков и беречь культурное наследие России, принципы современного казака. Перед Всероссийским финалом масштабных стартов лучшие из лучших показали себя в региональных этапах. В Волгограде, по словам участников, больше всего им запомнилось посещение музея-заповедника, Сталинградская битва, масштаб и его исторические экспонаты. Подготовка была очень сильная. Отряд готов. Все в боевом духе. Все готовы к победе. Мы вчера только прилетели. У всех положительные впечатления от города. Гиревый спорт, пулевая стрельба, верховая езда, спортивное ориентирование, легкая атлетика, строевая подготовка и перетягивание каната – одни из основных соревновательных испытаний. В игре казачьи с полох принимают участие более десятка лучших команд – от Сахалина до Краснодарского края и Москвы. Даниил Пешков из Забайкальского края. Выступать на героической Волгоградской Сталинградской земле для него вдвойне волнительно. Понятное дело, мы слегка переживаем, потому что людей много, люди все выглядят подготовлены. Скорее всего, самое сложное для меня будет именно строевая подготовка или исторический конкурс. Помимо спортивных испытаний, юным казакам придется сразиться в интеллектуальном турнире по истории России «Великая поступка победы» и проявить себя в творческом конкурсе казачьей песни у походного костра. Впервые Волгоград принимает такое мероприятие, крупномасштабное, именно как патриотическое воспитание казаков, казачьих, кадетских корпусов, кадетских классов. В Спартакиаде до призывной казачьей молодежи за победу будут бороться юноши из Москвы, Волгоградской, Свердловской областей, Краснодарского, Красноярского, Приморского, Забайкальского и Ставропольского краев. Ребята учатся в заведениях, в которых помимо математики, русского языка и литературы, преподают основы православной веры. Первое конкурсное испытание – строевая подготовка. Нужен четкий шаг, приветствие начальника и одно из самых красивых упражнений – строевая песня. Оставаться в тонусе помогает командный дух и желание победы. Первое испытание прошло как нельзя лучше, конечно же. Мы тренировались, много тренировались, конечно же. Все было довезено до автоматизма. Мы очень давно друг друга знаем, мы прекрасные друзья, у нас очень хороший коллектив, мы духовно едины. Воспитание патриотизма, гражданской ответственности и готовности к служению Отечеству с опорой на традиционные духовно-нравственные основы – основная цель мероприятий. Волгоград является столицей патриотического воспитания на территории России. И, наверное, вот такие мероприятия тоже позволяют больше людей и в Волгограде, и со всей страны в эту систему патриотического воспитания вовлечь. Патриотическое воспитание в целом, как знание своей истории, знание традиций, любовь к традициям, любовь к своей стране, что непосредственно несут в себе казаки. В Волгоградской области эта работа ведется в рамках нацпроекта образования. В школах и организациях дополнительного образования успешно работают более 160 военно-патриотических клубов, почти 500 кружков, свыше 820 туристических краеведческих объединений и более 250 кадетских классов, в том числе 92 казачьих. Дарья Денисова, Виталий Грищенко. Время новостей. Дарья Денисова, Виталий Грищенко.